Девушки отдыхают 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 ни одно веселье, наверное. В чем вот это вот, в чем ваш секрет? Почему вас так любят? И если есть вы, значит, хорошее настроение обеспечено. Ну, во-первых, мне кажется, за что любят? За открытую душу. Потому что, если душа открыта, и она поет, и ты стараешься передать это другому. Передаешь это через песню, через пляску, через свой настрой веселый. Как-то так. И, наверное, это передается. Ну, это вы так передаете. А есть еще разные представители вашего народа? На вокзале, когда выходишь, погадаю. Есть такие. И можешь остаться без, скажем так, без кошелька. Есть такое? Ну, бывает. Наш брат актерский, артистический. Ну, то есть гипноз, все вот эти штучки, погадаю, это все все-таки в большей степени. Бывает. Они играют свою роль в этом направлении. Да, то есть само понятие гипноз, это же завораживает человека. Да, то есть, значит, ты поддаешься этому, а это в своей роли деисполняет. Но вы-то друг друга видите издалека, то есть на нас это не действует. Что касается образа. Образа вот именно цыганочки, да, это украшение платья в пол. Ну, действительно, узнать, узнать, узнать можно сразу. Это так. Но все-таки мне хотелось бы выяснить, вы действительно вот так же в повседневной жизни всегда выглядите? В магазин, например, зайти куда? Или, я не знаю, там, по каким-то другим делам? Нет, ну, с удовольствием... Или только для концертов? Только для концертов. Да, в жизни мы уже, не знаю, сколько столетий, но так не ходим. А так бы я с удовольствием пошла бы вот в этом платье, магазин. А почему нет? Сейчас будет тепло, можно, можно, в принципе, хотя дочь Габбана делала коллекцию в цыганском стиле, но мы не ходили. Алименты мужского костюма разрешены? Или все-таки есть определенные табу национальные, которые не разрешены представителям, представительницам вот национальности? Ну, как бы в каждой семье по-своему. Ну, там брюки нельзя надеть. Ну, кто-то ходит, да, в брюки, кто-то не ходит, но, само собой, на какие-то мероприятия. Ну, табу нет какого-то. У кого как в семье заведено вот в данный момент? В принципе, конечно бы, как бы нежелательно, но современные цыгане ходят и в джинсы. Когда и старшие люди меня одевают. Девушки, да, и в спортивных костюмах одеваемся соответствующие туда, куда мы идем. Как бы так. Ну, а ходят вот такие истории про особый кодекс цыганской чести. Вот это что такое? Поясните нам. Это уважение к старшим, в первую очередь. Это законы свадьбы обязательно. Невеста должна быть невинной, целомудренной. Соблюдение традиций. Это обязательно, да. Ну, а невеста воруют? Воруют. Я воровал. Так. Супругу с ней. И я воровал. Так случилось. Вот оно. А расскажите вообще, вот этот, как происходит этот обряд? Обряд или как он, да, называется. Как у Шурика, помнишь, грилляторный мест воровать будем? Как это у вас происходит? По поюдному согласию, да? То есть это обязательное условие. Родители ваши знали, что придешь с воровать? Родители ваши были против. Против были вообще? Молодые были за. Да, когда вот родители против, тогда один выход, бежать, красить. Как это вообще происходит? Нам-то интересно, людям-то. Как это, как вы планировали? Как мы это планировали? Сейчас-то уже можно, сейчас-то уже вместе. Приехал на машине, позвал. Ты про себя рассказываешь. Про нас. Посадил и увез. Да, было, в принципе, то же самое. Приехал на машине. Ну а что это означает? Что это означает? Что значит все, то есть родители уже не было в противнице. Да, все. Как бы они не были против. Я ей позвонил, сказал, либо сейчас, либо никогда. Но на самом деле так. Скажите, а вот добровольный выбор супруга по жизни, он присутствует? Или же все-таки вы прислушиваетесь к советам родителей? Или они навязывают вам вашу волю? Мы прислушиваемся к советам родителей, но делаем по-своему. Про выбор остается больше к сердцу прислушиваться. У вас же дети есть? Конечно. Дочь? У нас двое. Дочь и двое сыновей. Вот как вы будете дочь отдавать замуж? Это больной вопрос. Вы знаете, я... Еще рановато, я думаю. Не знаю. Она у вас еще маленькая. Маленькая. Пока маленькая. Суеверия есть какие-то вообще именно у цыганского народа? Какими суевериями... Ну, суеверный народ, можно так сказать. Очень суеверный народ. В общем. Но... Мы очень верующий народ. Верующие в Бога. Но таких каких-то особенных, вот по крайней мере, в нашей семье, суеверий нет. Скажите, а все ли цыгане музыкально? Вот это у вас как-то уже так появилось? Мы привыкли, что это у вас практически в крайне... По генетике, на самом деле. По генетике, да. Даже те, которые не работают на сцене, а живут обычной людской жизнью, они все равно в душе могут... Да, это прекрасные музыканты. Музыканты, танцоры, певцы. Вы ведь, наверное, не только выступаете где-то, да, на площадках. Вы, наверное, и дома также гитару, чтобы... Нет, не один праздник без гитары. Нет, не отточить... Репетиции, застолья. Все идет через музыку. Давайте посмотрим и послушаем с удовольствием. Мы посмотрим на вас и послушаем заодно. Да, что-нибудь еще нам для задора исполните. Музыканты, танцор... Мурыча-чо... Субтитры подогнал «Симон» 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 Очень много русского народа, который любит наше творчество, они участвуют во многих фестивалях. На самом деле очень приятно, когда культуру несут достойно, красиво, искренне. Это очень приятно. Спасибо, что вы сегодня этим утром все-таки позволили прикоснуться к вашей частичке, к вашей культуре. Еще раз праздником. Международный день цыган сегодня во всем мире. Артисты цыганского театра «Ромэн» Григорий и Злата Деметра, а также лекарю Анжелой Николай Были вместе с нами. Это действительно так. Спасибо еще раз и с праздником. А мы продолжаем никуда не уходить. Доброго пробуждения вместе с LifeNews. Это информационная программа «Утро». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова